Добрый вечер, Гомель! Здравствуйте! Говорим мы жителям Гомельской области, которые уже, конечно же, подключаются к разговору о малой родине. Сегодня мы принимаем гостей из Наравлянского района, которая готова рассказать о райцентре и малых населенных пунктах, об их истории и сегодняшнем дне. Как район стал лидером по естественному приросту населения, благодаря чему в Наравле закрепляются молодые специалисты и почему райцентр называют самым сладким в Беларуси. Присоединяйтесь, уважаемые телезрители, к общению Viber, его номер на ваших экранах. Можете набрать наш телефонный номер 342243 и рассказать о вашей малой родине. Напомню, дорогие друзья, что мы работаем в прямом эфире, нас можно смотреть в прямой трансляции в социальных сетях ВКонтакте, в Фейсбуке и на нашем канале в Ютуб. Ну а прямо сейчас знакомьтесь с гостями сегодняшней передачи. Михаил Шевченко, председатель Наравлянской районной организации профсоюзов культур, информации, спорта и туризма. Михаил, добрый вечер. Юлия Каврус, директор Наравлянского районного центра ремесел и, к слову говоря, народный мастер Республики Беларусь. Добрый вечер. Добрый вечер. Раиса Бобр, директор Наравлянского историка этнографического музея. Добрый вечер, Раиса. И Василий Чайка, учитель средней школы номер 2 города Наровли. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну скажите, вы случайно нам снега в Гомель из Наровли не привезли? Очень старались, потому что, выезжая сегодня из города, мы попали просто в снежную бурю и надеялись, что, наверное, она продлится прямо до Гомеля. Но, доехав, буря переросла в дождь, и мы приехали уже. А в каком месте закончился снег? Где-то примерно за Калинковичем. Ага. Ну, значит, туча движется в нашу сторону, потому что в Гомеле завтра обещали снег. Или даже, может быть, ночью. Но спасибо. Для этой зимы хорошие вести. Может быть, и у нас есть шанс увидеть снег. Скажите, пожалуйста, вот я хотела бы, чтобы вы продлили разговор о самой Наровли. Вот что мы, скажем, жители других городов знаем о Наровли? Ну, что стоит на берегу Припяти? Раз, так. Что недалеко находится от Ельска и Мозыря? Два. Вспоминаем, конечно же, наследие горватов и сладости. Мармелад и зефир. Но наверняка есть еще немало причин поговорить об этом прекрасном райцентре, об этих прекрасных людях, уроженцах этих мест, и о малых населенных пунктах, о традициях, достопримечательностях. Наверняка так. Ну, стоит также сказать, что Наровлянский край – это очень красивая живописная природа. В любую пору года она заманивает туристов, любителей рыбы, охоты. Поэтому всех приглашаем в Наровлянский район. Наверняка и любителей истории, любителей путешествовать, да? Ну, еще бы. Это же не только наследие горватов. Наровлянщина – это славная история, уходит тысячелетия вглубь. Недаром рядом с нами Юровичи. Это совсем близко от Наровли. Так что верхний палеолит – начинается оттуда наша история. И она продолжается. Наровлянщина – это те люди, которые родились на Наровлянщине и внесли весомый вклад в развитие белорусской науки, культуры, искусства. Это просто наши золотые имена, которые вписаны в историю не только Наровля, но и всей республики Беларусь и всего мира. Золотые имена прекрасных людей. И, видимо, эти имена как раз на обложках книг. Конечно, конечно. Мы с собой привезли вот такие уникальные книги этих людей. К примеру, Иван Владимирович Дуда, поэтесса Тамара Ковальчук. Это поэт Давид Симонович, поэт Эдуард Заборовский. Это поэт Давид Симонович. Это люди, которых знают не только в Беларуси, не только в Наровле. И знают во всем мире. Это, кстати, специалисты не только в филологии, литературе, языке. Да, это еще специалисты по медицине. Конечно. Наверняка, потому что я вижу книги по медицинской тематике. Конечно. Иван Владимирович Дуда, который родился в деревне Диемидов Наровлянского района, в 2000 году Кембриджским университетом был признан Человеком года. И вошел в интересный очень сборник 2000 выдающихся людей столетий. Поэтому это все Наровлянский район. Очень здорово. Юля, наверное, вы, как никто другой, знаете творческий потенциал жителей Наровлянского района. В Наровле живут очень талантливые, мастеровитые люди. Плюс к тому, что очень отзывчивые, доброжелательные. Готовы помочь? Ну, я думаю, что мы о них еще сегодня поговорим. Я думаю, что они сегодня и дозвонятся нам в эфир. И, возможно, расскажут о том, чем они занимаются, каким творчеством, как они проводят свое свободное время, как трудятся на этой прекрасной земле. Итак, дорогие друзья, первые интересные факты из истории Наровлянского района озвучены. А теперь я предлагаю узнать, что о Наровлянском районе, о Наровлянском крае знают наши телезрители. По условиям нашей программы гости привезли с собой вопросы, вопросы эфира. Ну, понятно, что о Наровлянской земле. И у нас в эфире первый вопрос. Внимание, Раиса, вы его зададите? Давайте я. Василий, хорошо, давайте. Уважаемые телезрители, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Какое Балское племя дало название реке Наровля, а затем и городу Наровля? Вот такой короткий, понятный вопрос. Не знаю, насколько он простой или сложный, Василий, но у нас очень подготовленные телезрители. Дорогие друзья, естественно, несколько слов о том подарке, который получит первый правильно ответивший телезритель. Это сувенирная кружка прямиком из Наровлянского района и два вот таких замечательных магнита сувенирных. Поэтому звоните, пожалуйста, 34-22-43. Мы очень ждем ваших телефонных звонков. У нас есть и еще один вопрос, но только после того, как вы ответите на первый. Итак, дорогие гости, заголовок в газете. Наровлянский район сегодня в лидерах по естественному приросту населения больше только в Минске. Благодаря чему Наровлянский район в лидерах по естественному приросту населения? Действительно ли это так и не случайность ли это? Пожалуйста. В Наровле принимается ряд мер для того, чтобы закрепить молодежь. Ну, во-первых, все молодые специалисты, которые приезжают, специалисты с высшим образованием, либо со средним специальным образованием, получают квартиру. Это способствует закреплению. То есть не нужно даже вот отработать год, чтобы получить квартиру. Ты приезжаешь, если ты готов трудиться, тебе есть уже где жить. Да, да. Вопрос с квартирами на данный момент не встает у молодых специалистов. И это на данный момент очень хорошо. Потому что зачастую молодежь, когда приезжает, они всегда волнуются. После распределения, как я буду жить, где я буду жить. Ну, второе дело, это коллектив поможет, да. Но обустройство, быт, оно всегда немножко пугает молодежь. А здесь, естественно, проходят встречи с молодыми специалистами и молодежью. И делается акцент на то, чтобы, естественно, молодежь осталась у нас в районе. Замечательный вариант. Я думаю, что ни один молодой специалист воспользовался этим, да. Есть у вас молодые специалисты и в школах, да. Конечно, есть. И куда еще приезжают молодые специалисты? Наверное, и в больницу? Ну, большой, конечно, от молодых специалистов, да, это приходит в социальную сферу. У нас это здравоохранение, это медицина, это культура, образование, да. То есть социальная сфера, она всегда притягивает больше молодых специалистов. Потом это реальный сектор экономики, сельское хозяйство. Спасибо. О том, как выросла рождаемость в Наравлянском районе в 2019 году и немного демографической статистики представит специалист в этой области. Дорогие друзья, прямо сейчас с нами на связи Елена Ваврентович, начальник отдела ЗАГС Наравлянского районного исполнительного комитета. Елена, добрый вечер. Добрый вечер. Вы нас смотрите, слушаете, верно? Да, верно. Вот мы здесь обсуждаем тему. Наравлянский район в лидерах по естественному приросту населения в 2019 году. Вы подтверждаете, что это так? Действительно, Наравлянский район сегодня в лидерах по естественному приросту населения. Рождаемость в Наравлянском районе выросла на 5%. В 2019 году составлено 143 за 5 актов о рождении. Из них на 79 девочек и 64 мальчика. Вот девочек даже больше. Обычно мальчишек больше. А тут какие интересные данные. Скажите, пожалуйста, ну вот насколько я понимаю, что значит естественный прирост? Это значит количество рождений превышает количество людей, которые ушли в мир иной. Верно? Да, да. И у вас 5%? Это достаточно много. На 5%. Скажите, скажите, Елена, а так было всегда, вот например, в 2018? В 2018 году так было и такая же тенденция сохранилась и в 2019 году. Надеемся, что так будет прирост и в 2020 году. Ну, знаете, здесь такие магические цифры. 20-20. Да, мы желаем вам держать этот уровень. Высоко держите планку рождаемости и естественного прироста населения. Ну, не можем просто не поинтересоваться. Скажите, как в Наровле называют младенцев, девочек и мальчиков? Самые популярные и самые удивительные имена? Самые популярные имена мальчиков Артем и Матвей. На втором месте Даниил и Тимур. Самым популярным женским именем считается Василиса. А на второе место занимает Мария и Полина. Называли родители малышей также и редкими именами. Мальчиков Самир, Трофим, Ян, Аркадий. А девочек Аврора, Иванна, Эмилина, Николь и Агата. Вот такие имена были. Вот такие и Агаты, и Милены будут теперь в песочницах на Равлянском районе играть. Это очень здорово. Ну, наверняка и свадеб больше сыграли в 2019 году. Да, совершенно верно. Мы с радостью можем отметить, что в 2019 году увеличилось количество бракосочетаний на 25%. На четверть? Вот это да. Это связано, я думаю, с притоком молодых специалистов, молодежи в Наравлянский район. Молодые люди встречаются, влюбляются и создают семейные пары. Это очень радует. А я думала, Елена, у вас там, наверное, какой-то волшебный ЗАГС, волшебный зал для регистрации. Может быть, очень красивый, что, ну, вот такое количество свадеб. Это очень здорово. Елена, скажите, но вот мы сегодня о Малой Родине говорим, а вы-то сами из Наровли, из Наравлянского района? Да, я родилась, выросла в Наровле, работаю, живу и очень счастлива и горжусь этим. Я Наравлянка, это моя Родина. Прекрасный ответ. Елена, мы благодарим вас, желаем вам доброго вечера и всего наилучшего вам и всему Наравлянскому району. Спасибо огромное. Подтверждаете? Мам с колясками много? Много. Много. Подтверждаю, да. Но я знаю, что вот не так давно, если я не ошибаюсь, в минувшем, или в 19-м, или в 2018-м году, даже семья года области была именно из Наравлянского района. Я не ошибаюсь? Нет, я даже больше скажу. В 2018-м году областной конкурс «Лучшая молодая семья Гомельщины» выиграла семья из Наравлянского района. Это на данный момент уже многодетная семья горкуши. То есть на тот момент они были еще не многодетными, да? Или уже были? Были многодетные, да. Просто на данный момент стоит уточнить, что они многодетная семья. И в прошлом году, в 2019-м году, уже областной этап конкурса «Лучшая молодая семья Гомельщины» проходил у нас в городе. То есть мы принимали молодых семей всей области. Кто-то Евровидение принимает, да? А конкурс «Лучшая молодая семья Гомельщины» принимает тот райцентр. Откуда? Вот победители, да, откуда? Лучшие родители и лучшие дети. Есть у нас телефонный звонок. Давайте слушать первого телезрителя. Добрый вечер. Здравствуйте. Нам очень приятно слышать вас. Давайте познакомимся. Меня зовут Анна. Анна, а откуда вы звоните? Вы гомельчанка? Да, из Гомеля. Очень приятно. Анна, сейчас Василий повторит вопрос, а вы ответите на него. Пожалуйста, Василий. Назовите племя, которое дало название сначала речке Наровля, а потом и городу Наровля. Пожалуйста, Анна. Ну, попробую предположить, что это невры. Правильно. Всё правильно. Вот первая попытка. Вопрос был непростой. Первая попытка и сразу ответ. И правильный ответ. Анна, мы вас поздравляем. Вот такая сувенирная прекрасная кружка и два магнита вам в подарок. Договаривайтесь с редактором на телефоне, как и где вы заберёте свой сувенир. Спасибо огромное. И, конечно, Наровлянский район приглашает вас. Мы продолжаем эфир. Я думаю, чуть позже мы зададим ещё один вопрос. Ну, а пока поговорим о том, что вы приехали из разных населённых пунктов. Вот я даже знаю, что у некоторых малая родина не в Наровлянском районе, но живут уже много лет. Или определённое количество лет в Наровлянском районе. Расскажите, чем славны эти населённые пункты и какими вы их помните в то время, когда вы приехали? Пожалуйста. Кто начнёт? Ну, я приехал в Наровлянский район. Я сам из Жлобинского района. Гомельская область, Жлобинский район. Ну, скажем так, другая сторона, да? Да. Приехал после распределения из университета. До распределения я слышал о Наровле, но никогда не был. Ни в районе, ни в городе. Но когда приехал, первое, что меня удивило, это, естественно, было лето. Даже помню, это было 15 августа. Было очень много зелени. И когда въезжаешь в Наровлю, домов почти не видно. Это всё зелень, такая длинная аллея, центральная площадь. И вот мне сказали, ориентируйся на ресторан «Волна». Но вокруг зелень и почти домов не было видно. Но это очень красиво и всегда вдохновляет, наверное. И из-за этого очень много талантливых людей у нас на Наровле. Что природа прекрасная. Да, но это из того времени город привабливает, манится красотой своей. И вот с 11-го года я живу и работаю на Наровле. Ну, о том, как вы остались и почему, мы ещё поговорим. Выделили ли вам квартиру, Михаил? Коротко скажите, да или нет? Пусть будет секретом. Хорошо, сохраним интригу. Ну, а Василий? Я, конечно, коренной норовлянец. Я уроженец деревни Тешково-Норовлянского района. Лучшего места, чем моя деревня, на земле, наверное, нет. Я туда, когда приезжаю, это выселенная деревня. Мне там, я оказываюсь, как в раю. Настолько там было замечательно жить. Есть леса, набитые грибами, в каждой луже рыба бери руками. История какая славная, курганы огромные возле деревни. Ну, и, конечно, сейчас, когда я занимаюсь историей, я понимаю, что какое это было историческое место. Есть историческое место, но, конечно, уже в Чернобыльской зоне. Это родина Михалона Литвина, первого белорусского дипломата, автора произведения о нравах татар, литовцев и московитов. Вот откуда такой интерес к истории? Нет, ну, наверное, интерес к истории у меня появился и благодаря гомельскому телевидению. Так. Когда я был маленький, гомельское телевидение, это где-то года, наверное, 70-е, показало передачу о Шклярове, о Ветковском музее. Федор Григорьевич Шкляров. И вот я тогда, когда посмотрел, и меня так поразило, думаю, как так простой человек может в деревнях найти такие уникальнейшие вещи? И мне это так запало в душу, что я на всю жизнь запомнил. Это было для меня каким-то таким недосягаемым маяком, и я стремился все время как бы догнать его. Ну, то есть что-то сделать похожее. Я понимаю, что догнать его невозможно. Но, в принципе, я этим и занимаюсь. Ну, конечно же, меня родители были очень хорошие. Отец приучил читать книги. Мать мне пела песни, хотя я не любил. А бабушка рассказывала сказки. Да. Поэтому семья – это то, что формирует человека. И дальше идет... Ну, мне везло, наверное, по жизни. В армию я попал такую романтическую, у меня служба была на флоте. Много стран видел. Мореи, океанов. То есть все это так. А это же все информация. Все информация. И все равно... Вот сколько стран видели, а вернулись в свою Наровлю, правда? Даже не задумывался, куда я поеду. После института сразу поехал на Равлянский район. А какой это был институт? Мозырский педагогический. Мозырский педагогический. Имени Крупский тогда назывался. Спасибо. Вот не первый год вас знаю, Василий, но таких фактов из вашей биографии я не знала даже, что именно гомельское телевидение породило интерес к истории. Как запомнил, и вот он до сих пор... Вот никогда не знаешь, да, что в жизни, какой момент жизненный тебе западет на всю жизнь. Раиса, а вы из Наравлянского района? Нет, я не из Наравлянского района. Я родилась на севере нашей республики, Витебской области, Нью-Йоркский район тогда был. Я родилась в маленькой-маленькой деревушке, которой сейчас уже нет. Там нет жертвы. Да, там ее просто нет. А в Наровлю давно? Да, я приехала в Наровлю в 1993 году. Уже 27 лет в этом году будет, как я живу в Наровле. Вы спросите, какой она была тогда? Да, изменилась ли? Да, конечно. Машин практически на улице не было. Вот частных, я имею в виду частных автомобилей. Да, да, да. Люди как-то... Не очень было много людей. И такое, знаете, какое-то спокойствие, спокойствие, спокойствие. Умиротворение. Тишина. Вот, пожалуй, эта тишина поразила и привлекла. Потому что город, районный центр, и настолько уютно. Милые, тихие, уютные, такие добрые. И, знаете, вот что-то, что-то, пожалуй, на Ровле напомнило мне мое место, где я родилась. Очень здорово. Теплое. Спасибо вам за ваш рассказ, за те чувства, с которыми вы рассказывали нам. Юль, ну, насколько мне известно, вы тоже ведь не родились на Ровлянском районе, да? Моя родина город Молодещно, Минская область. Приехали мы с мужем в 2010 году. Это вот уже 10 лет мы здесь живем. Нас поразило это живописное место, природа. И мы выбрали себе еще более укромный уголок. Деревня Конотоп на Ровлянского района. Конотоп? Такое знакомое название. В Украине, если я не ошибаюсь, недалеко от Харькова есть городок с таким названием. Наша деревенька. А что значит Конотоп? Я могу рассказать. Рассказывайте, Василий. Когда-то в этом месте была переправа. Так. И вот гнали с Литвы на Украину табун лошадей. Надо было переправить. Было дело к зиме. Дождались, пока станет лед. И погнали. Промерили, что выдержит лед табун. Перегнали табун. Они пошли дальше. Попали в болото и потонули. То есть Конотоп. Конотоп. И Тонет. Конотоп. Все. Теперь знаем. Спасибо. Просветили. Наверняка еще многие названия вы можете вот так слегка все объяснить. Ну, наверное, все. Все. То есть вы топонимику Наравлянского района изучили от и до. Но стараюсь до сих пор, стараюсь изучить каждый населенный пункт и каждый дом, и каждого желательно знать человека. Это очень здорово. Скажите, ну вот насколько удобнее Наравля и малые населенные пункты стали сейчас, стали с тех пор, как вы впервые их узнали? Пожалуйста. Да. Ну, приехали, была тишина. Была тишина. Машин мало. Сейчас, вот, когда мы начинали передачу, говорили о детках, говорили о мамах. Вот сейчас это очень картина такая, частая в городе. Мамы коляски, мамы коляски, мамы коляски, автомобили очень современные. Все такое яркое. Город ведь изменился. Знаете, вот как будто из нескольких красок, которые были тогда, даже в 1993 году, сейчас год 2019-20-е годы, да, вот как будто открыли яркую палитру. И город раскрасили, ведь город тоже очень яркий. Посмотрите, какие дома. Кроме того, краска добавляет природу. Но и осенью, и весной он не мрачный, он не унылый, он теплый, уютный. Очень красивый, как сказочный городок. Город мастеров. Спасибо, очень здорово вы рассказали. Вы знаете, я признаюсь, в Наровлю приехала, я не помню, это было, наверное, начало 2000-х. Впервые попала в Наровлю. И приехала где-то между 1 мая и 9 мая. И вот эта яркая зелень, развешанные флаги, чистейшие улицы и красивейшие люди. Я посмотрела, говорю, что за волшебный город. Я просто не представляла, что маленькая Наровля может быть настолько хороша. Это правда, знаете, вот впечатления, которые навсегда остались. И даже если бы увидела наверняка Наровлю в самый пасмурный декабрьский день, посчитала бы, что нет райцентра лучше, чем Наровля. Это точно. Но вот Василий рассказал нам интересные факты из своего детства. И, собственно, открыл причину, почему у него возникла тяга к изучению фактов и раритетов. Но я вижу, Василий, что вы, как всегда, даже на передачу привезли вот те самые раритеты. То, что мы можем называть раритетами, верно? Да, для меня это бесценные реликвии нашего города. Ну, взять хотя бы эту плитку. Я в школе работаю и всегда учу людей, ну, может быть, не столько стараюсь дать им каких-то исторических знаний, сколько привить на первое место. Всегда это ставлю. Любовь к истории и к родной земле. И это дает свои результаты. Дети знают, что каждая вещь, найденная на земле, может представлять какую-то ценность. И смотреть на то, что под ногами. Правда, Василий? Да, никогда не пройдут мимо. И вот приносит. Был известен такой факт, что когда-то в нашем городе был дом Аскерок. Ну, гайдамаки напали на него 26 апреля 1751 года. Сожгли, людей побили, ограбили, все это погрузили на лодки, увезли. Ну, их потом словили, кого казнили, кого убили во время задержания. Но вот где стоял дом Аскерок, никто не знал и не представлял даже, где это может быть. Мальчик, купаясь в Припяти, идет по пляжу, поднимает плитку. А на ней фрагмент герба Аскерок. Давно это было, Василий? Это летом. То есть лето 2019 года. Да, он приносит мне в музей. Да, я сразу догадался, потому что геральдика – это одно из моих направлений исследовательской деятельности. Что это такое? Спросил где, вот, принес, показал. Там другие плитки, но, правда, не геральдические. Этой плиткой обкладывали печки в 18 веке. Это кафель? Кафель называется, да? Кафельная плитка. А вот еще один предмет, раскройте секрет, это что? А это находка из деревни Барбаро. Пришла она к нам из интернета. Не простая накладка, а брачная. Здесь два герба. Держите ее так, я думаю, что оператор наш сможет крупно взять. Вот герба Аскерок, а вот герб Горватов. Горватов. Заказывались эти накладки, и пуговицы, и посуда, торжеству к свадьбе. И вот поскольку здесь два герба, то это здесь был Горват, Эдуард Горват и Эдвига Аскерка. И вот эта накладка начинает рассказывать о этой семье. То есть семья была очень хорошей, было у них двое детей, дочка и сын. Сын, правда, заболел, в детстве умер, а дочка вышла замуж за Ваньковича, уехали они в Польшу. И, к сожалению, судьба их сложилась там трагически. В 1943 году, прямо во время свадьбы, внучки Терезы всю семью Горватов расстреляли. То есть вот вещь, редкий экспонат, который может нам говорить. Я такие экспонаты просто... И вот вы нередко пишите статьи в газету районную. Да, мне довелось в районке видеть вот Нарыс, скажем так, не один, да, и оповед вот про эту рэджи историчную. Дякую, спасибо огромное. Уважаемые телезрители, я знаю, что вы в ожидании следующего телевизионного вопроса, вопроса эфира. Есть у нас такой. Второй вопрос эфира, Михаил, он ваш. Пожалуйста. Уважаемые телезрители, следующий вопрос. Какая продукция фабрики Красного Мазырянина, выпущенная в 1947 году, являлась продукцией, брендом Советского Союза? Вот так, дорогие друзья, представляете, Наровля, Советский Союз. Какая продукция, то есть конкретно нужно назвать, правильно? Да, именно какая продукция фабрики являлась брендом Советского Союза? Продукция и название. Пожалуйста, 34 22 43. Вайбер, мы ответы на эти вопросы не принимаем. Только звоните, пожалуйста, в студию и ваши варианты. Ну что ж, Михаил, ну коль вы уже нам тут и вопрос задали, вот теперь расскажите. Из Жлобинского района приехали, в Мозыре наверняка учились, правда? Да, первое время. Как вас приняли в Наровле на первом рабочем месте? Ну, можно я немножко предысторию расскажу? Да. Всегда приезжать в другой район страшно, потому что никогда не знаешь, как сложится контакт с местным населением, с коллективом. Приехав в Наровлю, у меня уже были там знакомые, друзья, с которыми мы учились. Отвечаю на предыдущий вопрос, который вы ставили чуть раньше, да? Как молодому специалисту... И вы сохраняли интригу. Да, да, мне дали квартиру как молодому специалисту. Причем эта квартира была возле школы, недалеко, так как я приехал туда наставником мовы и литературы. Судовно. И чтобы, скажем так, не было скучно, ну, школу-то никогда не скучно, это понятно. Я нашел себе еще сопутствующие занятия. Вел кружок журналистики, подрабатывал тогда еще на местном радио, вел новости, вел кружок программирования. Ну, и как-то так получилось, на одном из мероприятий я познакомился с работниками культуры. И с тех пор я начал вести программы, мероприятия, ну, и дальше уже по этому направлению. То есть скучать не пришлось. И именно то, что мне было не скучно, мне было интересно, я что-то вносил свое, участвовал в конкурсах. То есть инициативы поддерживались абсолютно. Да, да, то есть никогда не было препятствий. Если вот что-то интересное, один из таких, ну, фактов, мы участвовали и были законодателем конкурса, тогда раньше было «Живое слово», когда нужно было инсценировать произведения белорусских авторов. И этот проект поддержало Министерство образования, и мы тогда запустили флешмоб по всей стране на белорусском языке инсценировать белорусские произведения. Это ваша инициатива была? Это была моя инициатива, и моего друга, он работал тогда в Министерстве образования. Вот какими должны быть условия в малом населенном пункте или в райцентре, в который, ну, наверняка не очень хотят ехать выпускники вузов, чтобы молодые специалисты не просто приехали на год, на два, отработали и уехали, а закрепились? Ну, во-первых, я думаю, это должна быть инфраструктура. Судя по современной молодежи, конечно, они хотят, чтобы было где потанцевать, где отдохнуть, где провести время. А вот, кстати, в Наровле есть где потанцевать, где отдохнуть и провести время? Я думаю, что все Наровле не знают, где можно потанцевать, где можно отдохнуть. Ну, то есть, по крайней мере, нехватки в данном, ну, в Наровле нету. При желании и компании можно пойти и потанцевать. Так, жилье. Это, наверное, первый вопрос, да? Хороший коллектив. Хороший коллектив. Я хотел сказать, что, во-первых, должен быть коллектив. Когда я пришел на первое место работы, было наставничество, оно еще сохранилось. То есть, был у меня опытный педагог, филолог. Но, естественно, я еще был классным руководителем тогда, пятого класса. И коллектив в этом очень помогает и поддерживает. То есть, как провести время с классом, что сделать, да? Когда молодой специалист приходит, естественно, в институтах и университетах не учат, как правильно руководить и организовывать работу класса. Вот, но опытом всех, и педагогов школы, да? Вот мы с классом и ездили на экскурсии, и ходили с палатками отдыхать. Ну, проводили время весело. Да, то есть, занимали каждый свободный момент времени. Активная жизнь. Спасибо за ваш рассказ. Вот я знаю, что в школах... Кстати, сколько школ в Наровле? В самом городе три. Три школы, так? Вот я знаю, что в школах, в Наровле, очень хорошая есть традиция иметь в каждой школе музей. Сколько музеев, вот, например, Василий, в той школе, где вы работаете? Ну, два. Или вы открыли музеи во всех школах? Я не во всех, но в трех. Всего пять музеев в трех школах. Так, а что это за музеи? Остался этот музей назад в СССР? Конечно. Музей Сильпо – это один из таких брендовых музеев. Музей довольно редкий, потому что найти сейчас продукцию Советского Союза, то, что продавалось, ну, можно. В какую школу нужно приехать, чтобы посмотреть, насладиться экспонатами в музее Сильпо? Среднюю школу номер три города Наровле. Там же еще и музей промысла в ремесел довольно. Так, а пионерский музей? А, музей детства у нас. А, музей детства, не пионерский. Средняя школа номер два. И музей истории Наровлянщины. И у Головчицы в деревне музей Почта. Прекрасно. Даже в деревню Головчицы добрались. Есть у нас телефонный звонок. Давайте слушать телезрителя. Здравствуйте. 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 Я Анна. Уже вам звонила. Так, это Анна. Если я не ошибаюсь, да? Да. Анна, очень приятно. Вы знаете, есть у нас вопрос. Ну, я повторю для всех телезрителей. Вид и название продукции открытого акционерного общества «Красный мазырянин». Как мы знаем, это производство находится в Наровле, которое выпускается с 1947 года. И эта самая продукция являлась одним из брендов Советского Союза. Ваш вариант. Конфеты-коровка? Михаил. Это правильно. Это правильно. У нас сегодня Анна собрала все призы. Верно? Анна, вы знаете, это правильный ответ. Именно конфеты-коровка производства фабрики «Красный мазырянин» выпускается с 1947 года. И конфета-коровка являлась одним из брендов Советского Союза. Кстати, выпускается сейчас коровка? Поздравляем вас, Анна. Конечно, коровка выпускается. Я думаю, все помнят и все знают вкус коровки. И именно этот подарок мы же и в качестве правильного ответа подарим нашему телезрителю. Анна, пакет с конфетами «Коровка». Он ваш. Мы вас поздравляем. Я представляю, как сейчас приятно Анне. И как кусают локти те телезрители, которые не позвонили или не дозвонились. Не дозвонились. В таком случае я хочу пригласить всех телезрителей к нам в Наравлянский район за продукцией «Красного мазырянина». В том числе и филиалы есть в городе Гомель. Это уже реклама, Михаил. Это уже реклама. Пользуйся ситуацией. Так, дорогие друзья, мы продолжаем программу. Я вот еще хотела поинтересоваться. Горваты, ведь именно они посадили этот яблоневый сад, перерабатывали яблоки. Они начинали именно со сладкого производства, с кондитерского. Да, кондитерка была очень выгодна в царские времена, потому что сахарные заводы только-только начинали открываться. И в 1913 году они фабрику нашу открыли. Притом, конфеты были, правда, не коровки, а это была пастила, мармелад. Это была натуральнейшая продукция, впрочем, да? Сбыт был очень хороший, их налажен. Надо помнить, что недалеко от Наравли, вниз по Припяти и по Днепру, Киев. Все туда шло, потреблялось, и это было очень выгодное производство. Отлично. Скажите, пожалуйста, ну вот в Наравлянскую газету районную, Припятскую правду, у вас же пишут не только журналисты, наверняка, но и краеведы, да? О чем пишут? Вот о каких населенных пунктах? Может быть, недавно рассказали, о чем интересно узнать? И о чем могут... В нашей Припятской правде постоянно эта рубрика ведется о населенных пунктах. Вот недавно писали о деревне, о поселках. Были у нас поселки, Победа и Червоный Борец. Васильевич, вы мне скажите, а есть такие факты, ну, к нашему разговору могут присоединиться и Михаил, и Юля, и Раиса, да? Есть такие факты, которые вас удивляют? Вот вы читаете то, как изложил материал журналист, и удивляетесь, Боже, я этого не знал. Вы знаете, я историк все-таки больше, филолог. Я, если чего-то я не знаю, я узнаю, мне всегда это наслаждение узнать. Всегда это интересно. Да. Спасибо огромное. Юль, я хотела бы обратиться к этим прекрасным работам, которые сегодня расположены у нас в студии. Ну, вот выставочный стенд, это все ваши работы, да? Вытинанка. Выставочный стенд, да. Я вытинанкой занимаюсь уже давно. Ну, давно это сколько? Из пятого класса. Познакомилась с этой техникой, но уже профессионально, может, с 2000-х годов, уже на профессиональном уровне. А сначала вырезала снежинки, школьные, ученические работы. Это уже знакомо. То есть вот те снежинки, которые мы когда-то в каждом классе вырезали для украшения окон, готовясь к Новому году, это и есть техника вытинанка. Это простейший вид. Да, то есть специальная бумага для этого декоративно-прикладного творчества не нужна в Юлиных руках, это уже произведение искусства, да? То есть обычная бумага, которую можно в несколько раз сложить, верно? Вот это тонкая бумага для принтера. Ой, можно мне потрогать, Юль, пожалуйста? Да, обычная бумага, на которой мы печатаем. Юля, я так полагаю, что вы хотели бы нам сейчас предложить, научиться сделать первые шаги в это искусство, в это творчество, верно? Вытинанка – это методом сложения бумаги. Вот мы ее, чем она хорошо, что можно бумагу складывать сколько угодно раз, раскладывать, еще раз складывать, и она из этого ничего не потеряет. Смотреть, что получилось, и снова складывать, дальше вырезать. Можно в 4, в 8, сколько мы сможем прорезать? Вот мы сложили крылышком, это, во-первых, и так бумага в два раза сложена, потому что это двойная птичка, значит, вот это уже 4, 8, 8 раз. И делаем ножницами, я пользуюсь маникюрными. То есть это не нужны специальные ножницы для вытинанки? Вытинанки в старину вырезали овечьими ножницами, вот которые стригли овец, которые были под рукой, а у людей же не было таких маникюрных ножниц. Ну, понятно, но, наверное, и узоры не такими тонкими были, да? Сейчас это сопроводные корунки, правда, кажучи по-белорусски? Да, сейчас мастера, конечно, хотят более изящно делать, более тонкие узоры. У нас есть материалы, ножницы, ножик, кому удобно пользуются скальпелем. А, вот таким ножиком, да, как стека, но наверху такой заостренный зубец, я бы сказала. Это уже, наверное, если толстая бумага, да? Это, вот эта открытка у меня сделана из толстой бумаги, поэтому я её не могу сложить, чтобы прорезать ножницами, поэтому, чтобы она была красивая и аккуратная, я вырезаю скальпелем. Вот я сделала отверстие, разложила, сложила в другом месте, опять сделала отверстие. Но всегда режем именно вот сложенное место, да? Да? Ну... Практически всегда? Да, просто можно складывать не только как снежиночку, а ещё рапортный метод сложения, вот гармошечкой. Ага, так. Так можно, так, так. Это уже будет другой узор, будет такими дорожками узор. А отверстия, они вообще простые. Это могут быть треугольнички, кружочки, квадратики. Самые простые символы, которые украшали и в глине использовались для украшения горшочков, и в ткачестве, и в вышивке. Юлечка, ну мы вам дадим ещё пять минут для того, чтобы, ну вот, вы вырезали ту птицу, птицу мечты, да, которая залетела на прямой эфир на телерадио компанию «Гомель». Но сначала вы сейчас остановитесь, пожалуйста, уже не раскрывайте всю интригу, сохраните её. Скажите, пожалуйста, а почему вот вы, ваши работы преимущественно из чёрной бумаги? Это ваш стиль авторский? Мне нравится работать с чёрной бумагой. Они более графичные получаются, такие более чёткие, может быть. Я подставляю цвета традиционные наши белорусские. Вот это видно на моих работах. Красненький, синенький, зелёненький. Это у нас в вытенальщиков называются подставки цвета. И очень хорошо это сочетается, очень хорошо это выглядит. Но это обычная крашеная бумага? Вот эту бумагу я крашу сама, потому что цвет более глубокий, чёрный получается. Возможно, можно сейчас где-то и купить. Ну, я пока так. Вы пришли к такому варианту. Ещё мне скажите, вот здесь множество ваших работ и на столе, и на нашем стенде. Скажите, пожалуйста, ну понятно, что здесь какие-то черты общебелорусские имеются, а есть черты, вот, скажем так, норовлянские. Норовлянского края, иск на ваши. Ну, ваш стиль. Он в чём? Я вырезаю василёчки, ромашки. То, что вижу у себя во дворе, что вижу возле речки, вот такие растения. То есть всё, что вы вырезаете, это всё относится к норовлянщине, правильно? Это всё авторское, это всё ваше. Спасибо. Мы вас попросим тогда заняться буквально несколько минут вырезанием, правильно? Да. И покажете, что у вас получилось. И обязательно мы ещё раз просим об этих работах, которые стоят на столе. Вот эти куклы, соломенные какие-то изделия из мешковины. Это наверняка ребята делали, да? Наш Центр Ремёсел развивает такие ремёсла, как соломоплетение, аппликации. У нас очень хорошо развиты. Занимается мастер Мусиенко Марина Петровна. Черлочная, текстильная техника. Это вот такие симпатичные куклы. И Жаковская Мария Сергеевна. Также вышивка. Вот на мне можно видеть рушники. Тоже у нас хорошо развита вышивка. Ну и вот сенанкой я занимаюсь. Спасибо огромное. Ну, занимайтесь. Я хотела бы спросить Раиса. Вот мы знаем, что в школах, Василий ответил, в школах море музеев. Причём уникальных, интереснейших. А что в Краевеческом музее на Равлянском можно увидеть интересного? Сейчас у нас реализуется очень интересный проект. Он продолжается со второй половины 2019 года. Он называется «Промузеум». Это продвижение музея и перевеличение туристов. Какие его первые шаги? Я вам постараюсь кратко, чтобы все поняли. Два года назад у нас был такой план, когда-то подготовить информацию для посетителей музея на разных языках. Мы к этой теме шли, и пришли мы к ней только во втором полугодии 2019 года. Так, и что первый какой-то пошёл? Мы сменили этикетаж. Этикетаж на наших картинах. Поскольку у нас два человека владеют иностранными языками, кроме белорусского и русского, мы решили, и ещё одного человека нашли, который владеет итальянским языком, мы решили привлечь этих людей, вот сами, да, и ещё одного человека, и информацию этикетаж сделать на пяти языках. Кроме того, мы подготовили уже информацию по залам на четырёх языках уже. Кроме этого мы... Но важно, чтобы эта информация была востребована. Да, вы знаете, почему подтолкнула нас к этому? Не всегда группы, которые приезжают сейчас, граница не такая уж, закрытая, скажем так, и посетители приезжают когда из Польши, у нас посетители из Германии бывают, Италии, да, группы, которые приезжают. С Италией очень много групп, вот, ассоциация с солнцем после облаков. И вы знаете, мы столкнулись с тем, что люди, посетитель, да, очень деликатны, и иногда он не хочет слушать экскурсию, да, ему надо... А хотел бы самостоятельно изучать. Да, самостоятельно, да, посмотреть, пощупать, увидеть, почитать. И когда человек, который приезжает в другой город, видит информацию на том языке, который он понимает, ему приятно, и он как-то прирастает к этому месту, он, во-первых, делает рекламу этого места, и, кроме того, ему самому приятно. Вот этот проект про музеум, да, он у нас будет идти весь 2020 год. Работают с ним много сотрудников, но переводом занимаются два человека, которые занимаются иностранными языками. Потому что это сегодняшний день, и знание языка... Знаете, как в народе говорят, Елена, сколько ты знаешь иностранных языков, столько раз ты человек. Вот. А музейные сотрудники есть к чему стремиться. Кроме того, что еще одна такая новость, хорошая, приятная, пожалуй, новость, это тоже одна краска, которую красит Наравлянский район. У нас в настоящее время находится, учится, вернее, в Национальном агентстве по туризму. Обучается человек на специалиста-экскурсовода, и он поехал на вот первая сессия, которая вот началась с понедельника. Поэтому человек, который будет работать у нас в отделе. Это очень здорово. Вот. Мы будем иметь аттестованного специалиста-экскурсовода. Вот. Поэтому... Ну, я думаю, что... Такая новость. ...каждый сотрудник музея сможет прекрасную экскурсию провести как по музею, так наверняка по Наровле и по Наравлянскому району. Это правда, Василий? Вы в какую бы деревеньку, в какую деревеньку Наравлянского района, по каком улице Наровле вы в первую очередь провели бы туриста? Конечно, в свою родную деревню Тешка. Куда, кстати, наверняка и нельзя попасть. Да, туда нужен пропуск. Только, наверное, на Радуницу, да? На Радуницу, да. Вот туда разрешают пройти. Это особый праздник для тех людей, которые выселились. Это праздник не только отдать дань уважения умершим, это еще и праздник встречи тех людей, которые... С земляками, с земляками. Да. Это для нас очень большое событие всегда. Ну, а если исключить, ну, или учесть этот вариант, куда еще? Вы знаете, много лет занимаюсь краеведением, и куда бы я ни пошел, я везде вижу историю. Интересно. Где-то наличники красивые на улочках остались, где-то дом, особенности постройки, где-то жил какой-то интересный человек, где-то стояло какое-то предприятие когда-то в древности, где-то какой-то памятник археологии. Да, я думаю, не только Наравлянский район, вся наша хоберщина, в принципе. Любой район можно, надо только разрабатывать, разрабатывать и еще раз разрабатывать. А вот, кстати, туристические маршруты, вы об этом. Готовить научную базу, чтобы человек подготовленный взял, и вот он видит, что вот здесь было то, то, то. И, кстати, на нескольких языках, что очень здорово. Поэтому потенциал и перспектива у нас есть, конечно. Можно дополнить? Конечно, конечно, Раиса. Родорежите. Да, да, да. Говоря о памятных местах, такие, которые имеют очень большую историю, и о тех местах памятных, которые создаются сегодня в Наравле. На протяжении 2019 года, и вот начался тоже 20-й год, у нас в Наравлянском районе продолжается сотрудничество с Министерством обороны. И можно похвастать уже, наверное, в этом году, что Наравлянскому району безвозмездно передана артиллерийская орудия, поправьте меня мужчины. Правильно, пушка, так? И эта пушка будет установлена уже предварительно, ну, как бы, определено предварительно ее расположение. Она будет установлена на улице города Наравля, улице Андрея Григорьевича Корзуна, Героя Советского Союза. Это будет памятное место на улице. Кстати, это место у нас и так достаточно известно в городе. У нас на улице Корзуна располагается супермаркет, супермагазин, Евроопт. И вот определено, что на этой улице будет установлено и вот это памятное орудие. Оно не случайно будет установлено на улице имени Андрея Григорьевича Корзуна, потому что Андрей Григорьевич – это артиллерист, который участвовал в отражении контратаки в блокадном Ленинграде. Вот как раз у нас на экране фотография Андрея Корзуна. Да, и вторая пушка тоже будет установлена на одной из улиц города. Она сейчас установлена возле библиотеки. Это тоже памятное место. Отличное памятное место. Это и фотозона необычная. Памятные места в Наравлянском районе – это удивительные места. Это в том числе и место базирования 27-й партизанской бригады имени Кирова. И пользуясь эфиром, пользуясь случаем. Хочу сказать, что такого рода партизанских стоянок в Гомельской области только две. В Октябрьском районе, в Республике Рудобелка, и в Наравлянском районе. Фантастическое место в лесном массиве. Оно практически нетронутое, это место. Проведена реконструкция достойная. Раиса, позвольте, если в Октябрьском районе, ну я была, я знаю, там прям вот землянки, все как положено. В Наравлянском районе тоже с землянками, с местами? Все восстановлено, уже есть восстановлено, да? Конечно, конечно, оно принимает посетителей. Это место, наша задача сегодня сделать его более известным, чтобы оно было, ну вот как, знаете, как сейчас, резиденция Дмитрия 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 Дмитрия. В Мухаедовских лесах, знаменитых при том. Туда ходят, водят экскурсии? Водят, да. Водят. А как попасть, например, туда на экскурсию? Вот юбилей Великой Победы в 2020 году, вероятно, кто-то захочет. Как туда попасть? Вы знаете, вот все, хочу вернуться к тому, о чем мы говорили. Вот аттестованный специалист, экскурсовод, который сейчас обучается в Национальном агентстве по туризму, да, Республике Беларусь. Кстати, в Национальном агентстве по туризму работает музейный сотрудник, ученик Василий Васильевич, наш музейный сотрудник, начальник отдела Евгений Александрович Ковалев. Вот тоже, это наше как бы, ой, то, что объединяет. В тенце? Да, в тенце. Вот человек, конечно, должен работать специалист, грамотный, аттестованный. Это для того, чтобы не делать самостийно, не делать кустарно, не делать самодеятельно, конечно, лучше всего делать это профессионально. Если будут экскурсии проведены профессионально, качественно, грамотно, конечно, они дадут рекламу и притянут туда посетителей. Ну, зовите, зовите. Позовем. Вот весна настанет, и можно... Да что тут, и зима такая, что можно приезжать на экскурсии. Да, вот эти мухоедовские леса, они известны не только местной партизанской бригадой. Там у нас базировал спецотряд НКВД «Олимп» Виктора Карасева, спецотряд НКВД «Ходоки» Мирковского, соединение Ковпака, соединение Сабурова, разведгруппа ГРУ Николаева. То есть, мухоедовские леса, это была такая вот, такая зона, куда немцы боялись довольно такая... Притом Киев уже недалеко, понимаете, стратегически важный... Ну, не исключено, что на Равлянском районе художественное кино снимут. Вот сняли же Рудобельская республика в 70-е. Не исключено, что и на Ровле тоже белорусские режиссеры задумаются. В наших лесах воевал спецотряд НКВД известный герой России Батян. А еще на вот этой партизанской бригаде, да, воевал, ну, воевал не оружием, воевал не пистолетом, воевал не винтовкой, а воевал карандашом. Известный, говорил, мое оружие – это карандаш. Василий Васильевич Серов, известный российский художник, который писал портреты Еромова о наступлении на Ровле. Помните, вот эта альтанка – это, конечно, это Василий Васильевич Серов. И еще, пользуясь случаем, хочу сказать, что сейчас, в настоящее время, на Ровле готовится такое научно-популярное издание о духовной и материальной культуре Наравлянского района. Это совместный проект преподавателей Гомельского государственного университета Натальи Богомольниковой и Валентины Новак, и вот подразделений наших учреждений, центры ремесел, музея Василия Васильевича, редакция районной газеты «Припятская правда». Надеемся, что вот это издание, научно-популярное, выйдет в свет в 2020 году. Это практически уже находится в верстке. Это хороший информационный повод, сообщайте. Конечно, об этом нужно говорить и рассказывать. Вы знаете, я всю программу думала о том, что необходимо просто сказать, что многие журналисты, известные журналисты, средства массовой информации Гомельской области начинали свой творческий путь именно в Наровле. Это правда в Наровлянской газете. И наши телевизионщики, и не только. И это очень приятно. Ну, пожалуй, еще у Михаила спрошу, какие места в Наровле, в Наровлянском районе, советуете посетить вы? Может быть, будут какие-то мероприятия очень серьезные, ну вот посвященные Великой Отечественной. Да, мы услышали, куда приглашают. Пожалуйста, Михаил. Ну, вот немного добавлю. Вот мне всегда нравилось, и я, будучи учителем, уже потом, когда в отделе работал, мне всегда нравилось, у нас есть свое золотое кольцо Наровлянщины. По местам боевой славы, да, туда входят и другие объекты, но вот есть что посетить. Кроме того, у нас есть районный фестиваль детского творчества, очень масштабно проходит. Он всегда проходит с 3 по 7 января. В этом году он уже прошел, это 16-й фестиваль, рождественские встречи, да. Проходит массово, потому что участвуют, ну, более 300 детей в этом фестивале. Это массово, интересно проходит. Но это именно детки из Наровлянского района. Пока это именно районный фестиваль, но... Но вы можете замахнуться, как минимум, на Полесье все. Мы про это уже думали. Следующее массовое мероприятие, ну, кроме государственных, у нас очень распространено и пользуется популярностью. И съезжаются не только жители, которые выехали из Наровлянского района, но и гости из Прибалтики, Польши, Украина, Россия, да. То есть были гости даже из Америки, Италии, Испании. Это наше купалье. Очень масштабно, там до двух тысяч человек доходит, да, то есть... Начало июля, пожалуйста. Да, 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 всех приглашаем, очень массово проходит. Вот интересно, у нас несколько площадок работает, мы всегда стараемся принести что-то новое, да, то есть задействовать много интересных объектов. Но вот сегодня мы разговаривали, и вот такой факт интересный, Василий Васильевич сказал, что еще ни один человек в купальскую ночь не перепрыгнул на равлянский костер. То есть такой высокий, большой. Да, оно 5 метров примерно высотой. Вот это да. Ну, вы знаете, заинтриговали, стоит приехать, причем, как вы убедили, на равля хороша в любое время года, не только летом. Ну что ж, программа наша завершается, и я очень хочу, чтобы Юля представила эту прекрасную работу, прекрасную птицу эфира. Эту птицу можно еще поутюжить утюжочком, чтобы она была ровненькая, расправить ей крылышки, привязать веревочку, вот как у нас здесь. И такие птички мы с детками делаем на гукане весны, фольклорный праздник, вырезаем и вешают детки на деревья. Это очень красиво, это украшает, ну, я не знаю, украсть любой дом. Это очень мило, очень красиво, здорово. И это можно сделать легко своими руками. Ничего для этого специально не нужно. Удобные ножницы, пусть они будут маленькие, да, маникюрные. И обычный лист бумаги. И нельзя сделать ошибку, потому что, чтобы не вырезал, все будет верным. Да, это точно. Но ошибку сделать можно, вдруг разрежем в ненужном месте. Но с легкостью можно подклеить или взять новый листок бумаги. Юлия, спасибо вам за ваше мастерство, за вашу науку. Пусть эта птица эфира несет в Наравлянский район огромный-огромный телевизионный привет и всем жителям Гомельской области из Наравля пожелания здоровья и всего, что приносит радость и счастье. Дорогие друзья, программа «Добрый вечер, Гомель» завершается. Я благодарю участников каждого – Раису, Василия, Михаила, Юлию – за то, что приехали из Наравлянского района, рассказали интересно о своих местах, представили прекрасные экспонаты и заразили желанием побывать в этом замечательном районе, познакомиться с его прошлым и настоящим днем. Дорогие друзья, это была программа «Добрый вечер, Гомель». Я ведущая Елена Троценко. До свидания, до встречи!